ребят всем привет вы на канале текей спать и я текей это елена всем привет у нас сегодня очередное открытие raid shadow legends теперь мы будем открывать 36 синеньких осколков будем надеяться на олегу надеюсь на пару тройку а может быть и пятерочку эпических потому что напомню нас x2 это шанс повышает в два раза больше выпадение эпических и в два раза больше падение легендарных соответствием самым понижая шанс редких соответственно у нас примерно ну 0 3 леги должно быть по шансам вот начнем по одному по 10 по 20 поскольку по одному 6 по одному наверное давай мизинчиковый захват гризли джерика перегризли начнем 1 я удивлен что это не к или не лекарь это галик пришел синенький в x2 на я леталеньких и на сакралов наверное легенды соответственно вышел галик давайте следующее теперь у нас теперь лекарь надо и этого все стандарт ну галик это неплохо ребята у нас третий вот я вам как бы так смешно третий третий этот эскалер им подышка или 3 и к не знаю кто это хозяйка дзюн какая-то у многих героини мне кажется но я не уверен атака по врагу дай сразу оценочек посмотрим у такой нет атака по врагу сыра 30 процентов на два хода то есть с атаки у нее сразу штраф защиты атаку силы от игра на каждый критический удар скорости школы ухода на 10 процентов критического хода 10 только раз для одного врага атакует всех врагов затем атакует врага с самым низким здоровьем с вероятностью 70 процентов на врага с самым низким здоровьем штраф лечения 50 процентов на два хода при api на 100 процентов что это значит это это очень хороший герой на арену на добивание она бы если бы ходила бы после допустим каэля на добивку или например перед каэля это в общем неплохой д.д. неплохо д.д. если нет никаких других вариантов 95 процентов получается что она потом накладывать у тебя герой лучше мне кажется хотя галлик тоже хорош не знаю тут кстати в комментариях ребята пишите что кто лучше дадут хозяйка дзюн или или галлик хотя наверно все таки galaxy буду за галлик писать нажимаем еще нажимаем на что каэльчик или лекарь вау 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 третий нас гуль рейнджер это соответственно корм погнали дальше увеличенный шанс говорят синенький палач 3 повтор палача раньше вроде как был хорош сейчас говорят что он не очень вот все его почему-то кормят но мы тоже кормят раз все твои мы покормим опять синенький или 5 или 6 или 7 полную можно выбить компании поэтому совсем плохо давай давай сейчас будем по 10 уже открывать это хорош по одному но сейчас единичку чтобы было кратно 30 а договорит поедичкам лучше летит начата поедичкам прямо затемница такое у меня тоже еще не было это по моему новое опять оценки хорошие как вот у той хозяйки дзюн атака по врагу с вероятность 20 процентов накладывать я 2 и 5 процента с базы при прокачке 30 процентов такое себе ну если как ядовит то прям такое себе атака по врагу с вероятность 50 процент снимает с него случайный бонус атака по врагу ну 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 если получается с ней вас накладывали гераска отсюда на два входа на себя наверно так атака по всем врагам на кранады что значит 30 процента два хода такая себе если у вас какого почему-то по каком-то причине нет воительницы которые можно выбить в компании дата возможно это ваш вариант на начальном этапе игры но не советую к десяточку открываем плюс там легенда припрутся 10 10 10 открываем редкий оба овите кто шемрак честно не знаю но легенда уже выпало фиолетники собирать на трубах это хорошо синий шаль это тоже хорошо глазу царишь такси в итоге мы получили 45 герой поддержки атакует врага двора за каждый удар с вероятностью 60 процентов снимает с цели один случайный бонус если бонус удалось снять с 35 на контакт вон на себя средства на снимать на случайный бонус с базы накладывать на команду бонус защиты 60 процентов бонус скорости 30 процентов на всех учатиков омаз более чем 50 с 1 на здоровье даже 30 процента клада на них бонус критического шанса 30 процентов накладывать возрождения на 2 ход на всех четко он смеет чем 50 процент здоровья также срочи этот акад на них регенерацию 15 то есть в теорию накладывает 5 на 5 его бонусом защиты скорости крит шанса возрождение и регенерации попавший герой поддержки накладывать на врагов штраф скорости 30 на 2 хода по факту то есть по факту даже шанса нет ну то есть просто 100 процентов шкала хода всех врагов на 15 процентов из кого-то либо из врагов шкала хода на ниже шкала хода команды на 15 процентов то есть он еще и заливщик у нас и увидит меткость союзников во всех боях на 70 это очень крутой герой поддержки . хочу посмотреть на его оценки ну как крутой как бы вот ну чувствует только 5 наложений бонусов да и у нас такого 2 нет это явно не корм сто процентов дальше собирать и трупов честно обзор смотрел смотрел гай как и одевать то есть она может может топить очень сильно значит смотрите 40 процентов с прокачкой 50 процентов паразит на 2 хода атака по всем врагам 7 процент накладывать штраф лечения штраф меткости соответственно люди не могут лечиться то есть на арене штраф лечения все ваш лекарь никого не может вылечить атакуя случайные цели три раза каждого 47 процент накладывает яд 5 процентов на 2 хода то есть она еще и ядовик соответственно паразит и ядовик то есть очень хорошо при прокачке увеличивание к союзников на арене на 40 процент как и говорил в принципе достаточно арендный такой и синишаль чисто честно не смотрел не знаю его навыки ночи чисто его 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 очень часто благодарят за что-то сейчас будет смотреть за что атака по врагу сарёстом накладывает штраф паразит на 2 хода защита умножены на атаку 们acler защите это так здесь накладывает нас союзников регенерация 15 процентов накладывать на союзника устав гляну регенерацию на 15 процентов на два хода Renata 100 процентов накладывает на себя контратаку на 2 ходētum ставят на процентов на папорот на всех врагов провокацию на 1 ход вот это уже ибо тысь он с этой вероятностью 100 процентов раз в 4 хода наложит на всех если это еще и герой защита это герой защиты так хороший такси ниша почему объясню он на себя накладывает контратаку на два хода при этом всех провоцирует бить именно по нему то есть каждый удар будет отвечен им же плюс он защита соответственно он не упадет с этих ударов и плюс еще но чуть-чуть вот он лекарь принципе неплохо все остальные кормы но вот адепты если честно прям так наизусть не помню атака штраф лечение сто процентов на 30-35 процентов атак порогу сразу накладывать слабость 50 процентов так порогу средства членов годблок и базу на два хода из нацелили штатчины что сложить и достать достать это у меня есть у рожка ра ну очень неплохо жми следующий раз нам ребят на выпало лека шемрак это очень хороший герой поддержки погнали дальше собирали друг который у меня нет уже выпало не уже хорошо один то процент шансы синенький синенький корм корм еще либо еще либо грагак не знаю кто это не знаю вы на как и столом может давайте сразу же с вот еще нам выпал ну тут выпало как бы 5 корма по хорошему к 6 но мы будем играть команды из 4 к или вот я ждал пока или 4 чтобы сделать команду только иска или ребята не буду кормить так давайте посмотрим кто у нас такой грагак соответственно это герой атаки честно его никогда не видел на арене против соответственно то орки то есть мы получаем буст по оркам то есть мы будем в пашечку проходить атакует случайно цели два раза каждой сервис 35 35 процентов накладывать штраф скорости 30 процентов на два хода атака по всем врагам так по всем врагам за каждый врага за который действует штраф скорость и поиску на 20 процентов то есть он тут накладывает штраф скорости в в теории, да, с этой вероятностью, 50%, ну, и два раза бьет, значит, может, два, ну, все-таки, скорее всего, наложит. И тут, соответственно, он еще и заполнит по всем, у кого штраф скорость. То есть его хорошо используется героям, которые штрафуют скорость. А так по врагу крадет его шкалу хода. Вот вам здравствуйте. То есть он, по факту, он меняется с ним нулевой шкалой, а ему кладет его. То есть он может еще раз, по факту, практически походить. Увидит скорость союзников в подземельях на 24%. Это очень хороший топовый навык. По факту он на скорость. То есть это атака на скорости. Надо, чтобы всех штрафанули. То есть у него цель как можно чаще походить и штрафануть команду напротив. И отобрать у него нафиг всю скорость вообще, в принципе, шкалу заполнения. Неплохо. Деспот, не знаю, но вроде какие-то плохие были отзывы. О нем сейчас будем смотреть. Атакует врага два раза, с каждым критическим ударом заполняет свою шкалу ухода на 5%. Так себе. Атака по всем врагам. При каждом критическом ударе заполняет свою шкалу ухода на 15%. То есть если по четырем ударит, заполнит 60%. Пассивочка. С каждым критическим ударом лечится на 15% населенного урона. А отлично, то есть ему надо критическую штучечку. Увеличивает крит-шанс союзника во всех боях на 19%. Так себе. Потому что есть беломор-канал, который 24%. Процент увеличивает. Соответственно, это неплохой герой. Не знаю, где его использовать. Возможно, даже для арены атаки по всем врагам. Но посмотрим. Костоломыч. Не помню, чтобы он у меня был. Вроде бы его не было. Был чернолоб, но это другое. Давайте почитаем. Атака по врагу. При критическом ударе накладывает на команду бонус атаки 25% на один ход. Атакует всех вор... Три раза. Всех врагов три раза, да. Всех врагов три раза. Веренность 50% сокращает с колу ухода на 30%. То есть он 100% сократит. То есть каждый удар, видимо, наверное. У нас тут кошка пришла. Поздоровайся. Поддержки. Это мазь, ребят. Простите. Так. Накладывает на врагов штраф скорости 15% на два хода. Заполнять школу хода команды на 25%. То есть это еще и заливщик. Вычет меткой союзников на риме на 70. То есть, ну это очень хорошо. У него это герой атаки. Это неплохой. Даже очень хороший герой атаки. Ну что? Я ж мякою еще 10. Давай. Ну что, еще лего, ребят? Еще лего. Ну или хотя бы двушечка эпических. Погнали. У нас игрокак и герой поддержки на тартаки. И герой еще поддержки выпал. Две леги уже выпало, ребят. Две леги. Сразу же еще один костолом приходит. Айна. Еще одна. Это повтор. У нас была Айна. Разоритель могил есть. Повторчик прикрешал. Гирея. Старейшина. И Бура. К сожалению, это самое худшее открытие из всех. Но из троих как точно. Почему? Потому что у нас Айна. Это повтор. Соответственно, мы ее, скорее всего, съедим. Этой же Айны. Костоломыч, скорее всего. Ну, не знаю. Может быть, мы его и будем вторым качать. Говорят, что не надо как бы эпических кормить. Но есть такие эпические. Там, книжку и так далее. И Разоритель, соответственно, тоже повтор. Но он тоже хорош. Он хорош, да. Так, ну, давайте посмотрим в итоге, что мы с вами имеем по открытию. Фиолетовенькие сакралы мы открывать не будем. Мы их будем открывать, когда будет шанс Х2 обязательно. Как видим, что Х2 работает. Многие говорят, что Х2 не работает. Но Х2 100% работает. Соответственно, мы получили вот этого вот красавца. Вот с такими вот дурацкими оценочками. На войну фракции он годится. Понятно все. Но, еще раз говорю, его можно заточить так. Я думаю, что ему нужно максимально атаку и максимальную скорость, как я понимаю. И он, в принципе, неплох. В принципе. Но, я думаю, что такие оценки, зависит от того, что, типа, это выпало Лего, и она выпала такая отстойная. Как у Беломарканала, ребят. Типа, оценки хорошие. Типа, есть оценки отстойные. Непонятного юзать, не юзать, как Лего. У этого человечка. Ну, как видим, 4+, уже хорошо. То есть, это топовый герой поддержки. Напоминаю, вот этот навык, это очень прикольный навык. Очень прикольный. То есть, он, в любом случае, накладывает 60% защиты. Это очень хорошо. Накладывает бонус скорость 30% на всех участников команды. То есть, очень много чего наложит, на самом деле. И давайте посмотрим оценки еще кого-то из выпавших. Сейчас мы их найдем. Так, ну вот, Синишаль. Соответственно, офигенные оценки. 4,9 воина фракции, 4,6 атака, защита на арене. Как я и говорил. То есть, это топовый герой. Благодаря вот этому навыку, это танкер топ-1. Я думаю, что в эпиках так точно. Еще есть у нас вот этот товарищ. Их два сразу. Соответственно, он топовый. Вопрос, второго кормить, не кормить, не знаю. То есть, навряд ли кормить, оставим его. То есть, черт, вот этот навык, когда он такой всех врагов 3 раза, это очень топовый. Я мало у кого видел. Кстати, напишите в комментариях. Есть у кого еще навык, кто бьет всех 3 раза? Я видел 2 раза. И деспот. У деспота хорошие в гнезде паучихи. Давайте посмотрим, почему. Приду удар в свою школу. А-а-а. То есть, он, активировав этот навык, походит еще раз в любом случае. Потому что один из паучков плюс паучиха. И как бы, как бы, да. Еще и полечится максимально. То есть, если по нему будут бить, он этими ударами максимально залечится. Вот. То есть, да, для паучихи, да, 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 да. Хорошо для паучихи. Да, для паучихи хорошо. И собиратель трупов еще остался из таких, которые выпал так вот неплохо. Которого не было. Соответственно, тоже хороший. Клановый битвы. Давайте все-таки посмотрим. Паразит. Потому что на босса с 50% паразит наложит. Это важный штраф. Вот штраф лечения, штраф меткости. И яд. Атакует случайные цели три раза. Каждый удар с 70% со 100% вероятностью накладывает яд. То есть, он накладывает 100% вероятность. И яд три раза. В четыре хода. В принципе, согласен с собирателем трупов. Трупов как на КБ. Я думаю, что она, возможно, даже и лям набьет. С полной прокачкой на шестой. Есть шанс. Ладно, ребят. На этом будем прощаться. У нас все. Мы выбили две леги. Одна из них не топовая. Другая средняя, нормально, хорошая. Но в итоге, по факту, две леги. Две леги. Синишаль. Достойное открытие 35... Осколков. Двести шести осколков. Не забывайте подписываться на этот канал. Тикей Спати. Тикей Елена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok